МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Сразу двум акимам сельских округов Каркаролинского района объявили выговоры. В городском Акимате состоялось очередное заседание Совета по этике. Во время летних каникул карагандинские полицейские следят за досугом детей. В рамках профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» инспекторы по делам несовершеннолетних наносят визиты в неблагополучные семьи. 55 работников здравоохранения Карагандинской области стали обладателями отраслевых наград и почетных грамот. В преддверии Дня медицинского работника лучших врачей наградило областное управление здравоохранения. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов встретился с председателем правления компании «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым. На встрече шла речь об увеличении пропускной способности широкополосного доступа к интернету в организациях образования и здравоохранения, а также других проектах в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». В нынешнем году компания «Казахтелеком» намерена существенно увеличить доступ к широкополосному интернету в Караганде и Балхаше. В следующем году расширение сети затронет моногорода Карагандинской области – Сарань, Абай, Шахтинск, Тимиртау и Жасказганский регион. Об этом председатель правления компании «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал Акиму области Ирлану Кушанову. Мы планируем, что 2014 жилых комплексов будет выключено, из них в квартире 80827, ну и абоненты физически линии, где-то около 26 тысяч. Проект будет реализован в следующих городах, городе Караганда, город Абай, Балхаш, Тимиртау, Сарань, Сатпай и Шахтинск. И вот прогноз пронесновения, да, там уже к 2020 году с 30% конца, который мы статистику брали, он придет с 42%. Во встрече приняли участие руководители управления образования и здравоохранения. Они порекомендовали столичным гостям уделить особое внимание обеспечению высокоскоростным интернетом, прежде всего школы, больницы и поликлиники. Не меньшее внимание обращено и на тарифы. Участники встречи отметили, что у «Казахтелекома» цены в некоторых случаях гораздо выше, чем у других компаний. На сегодняшний день нам было бы удобно работать с «Казахтелекомом», с учетом того, что есть возможности и спутникового проведения, и радиомостов, но цены очень сильно разнятся с частными поставщиками. Для примера, если «Остыл» предоставляет спутниковый интернет от 30 до 70 тысяч в зависимости от объема, то у «Казахтелекома» это в 2-2,5 раза выше. Председатель правления Есикеев пояснил, что ценообразование зависит от количества абонентов. Чем больше у компаний будет пользователей, тем ниже будет тариф. Еще один проект в рамках программы «Цифровой Казахстан» это централизованное видеонаблюдение в жилых дворах. Глава региона Ерлан Кушанов обратил особое внимание на реализацию этого проекта. «Мы очень заинтересованы в развитии именно «Казахтелекома» нашей области. Где наша с нашей стороны поддерживали нам, мы их поддерживаем. Вот по видеокамерам сейчас говорили. В Карагандеце и то 204, то очень мало подъезда. Очень мало. Надо активизироваться. Это надо, Алмаза Ильянович, по области другие акимии тоже должны работать совместно с «Казахтелекомом». И в Рескознании, Балхашвей, Тимиркау, это крупные города. Особенно кражи, преступления, там совершаются эти малые города, моно-корода. И там надо активизироваться. Стоит отметить, что в ближайшие три года «Казахтелеком» намерен подключить к широкополосному интернету более 5000 сел по всему Казахстану. На встрече было отмечено, что расширение оптоволоконной сети позволит обеспечить цифровыми услугами почти 2500 госучреждений по республике. Коэффициент охвата населения при этом дойдет до цифры 3,5 миллиона жителей страны. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. Сразу двум акимам сельских округов Каркаролинского района объявили выговоры. В городском акимате состоялось заседание Совета по этике. Члены Совета выслушали доклады по девяти вопросам, требующим обсуждения. На очередном заседании Совета по этике критики подверглись чиновники Каркаролинского района. Аким Кайнарбулакского сельского округа Кизат Сагатбеков получил выговор за разговор на повышенных тонах со своим подчиненным и использование нецензурной лексики. Строгий выговор объявили Акиму Киргизского сельского округа Бауржану Капашеву, который сел за роль автомобиля в нетрезвом виде. Оба избранника народа дали шаблонный ответ. Мол, вину осознали, больше не повторится. Я признаю свою вину, так получилось. Я обещаю впредь не вести себя подобным образом. Больше мне сказать нечего. Я признаю, что подобный инцидент имел место быть. Я знаю, что будучи госслужащим, я не должен вести себя так даже в нерабочее время. Я обещаю, что подобное не повторится. Повестка дня заседания состояла из девяти вопросов. Особое внимание уделили вопросу анализа коррупционных рисков в деятельности организации технического и профессионального образования. С докладом на эту тему выступил исполняющий обязанности руководителя управления профилактики коррупции Менгышев Арслан. В 2018 году мы совместно с Управлением образования провели анализ коррупционных рисков в колледжах. Было выявлено множество нарушений. В основном они связаны с кадрами, аттестацией и грантами. Часто наблюдается конфликт интересов. Это связано с тем, что родственникам приходится работать бок о бок. В одном только агротехническом колледже было выявлено 11 подобных фактов. Еще в одном колледже был зафиксирован факт коррупции. Также стоит уделить внимание вопросу ротации кадров. Мы заметили, что в колледжах один человек может занимать должность директора на протяжении 16 лет, а смена руководящего персонала может значительно улучшить работу и повысить производительность труда. С этим согласился и глава департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жан-Дос Арсенов. У нас в одном районе было же, когда более 10 лет сидел руководителем районного отдела образования и по голову закончилось скорее тем, что его задержали. То же самое. Только в Аргане у нас очень много колледжей, да, и все руководители уже, как там сказали, уже очень много, которые сидят более 10 лет, 5 лет. Но здесь же таких проблем в моменте нет уже, да, в город два раза, внутри года можно инфортировать, чтобы хотя бы какие-то новые, какие-то походы были в управлении. А то в городах сидят как будто это частное колледж. Также Жан-Дос Арсенов подчеркнул, что нарушение норм этического кодекса госслужащих влечет за собой не только выговоры и наказания, но и отражается на заработной плате госслужащего. Напомним, с начала текущего года была внедрена факторно-бальная шкала оплаты труда, согласно которой оклад госслужащего состоит из двух частей – гарантированные и бонусов. Последние они светят тем, кто неоднократно нарушал этические нормы. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь распать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде прошел рейд по неблагополучным семьям, организованный в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе». Сотрудники Михайловского отдела полиции и специалисты Центра социально-правовой поддержки несовершеннолетних шанс, направились в дома подучетных лиц и ознакомились с условиями жизни детей. В любом случае, вы сейчас конкретно не можете ответить, где ваши старшие дети, да? Они в городе, я не знаю, у кого они. Хорошо, вы можете звонить, вы даже не знаете, где они находятся, уже более суток. Ну как больше суток, получается, они вчера где-то часа в четыре уехали, и в час до сих пор нет, а они сказали, что в дворец поедет. К визиту инспектора по делам несовершеннолетних Наталья Панкратова была явно не готова. Об этом свидетельствует бардак, пустой холодильник и состояние похмелья. Наталья с мужем Мирамом воспитывает четверых детей. Самому младшему из них всего полтора года. На вопросы сотрудников полиции о местонахождении старших детей женщина так и не дала разъяснительного ответа. Данная семья состоит на учете несколько лет. Старшего сына Натальи уже отправляли в спешку для детей с девиантным поведением, а младшего в дом малютки. Однако даже эти решительные меры не дали своего результата. Пока дети попрошайничают на улицах, родители продолжают распивать спиртное. Сама Наталья рассказывает, что выпивает только если есть повод. Рейд по домам неблагополучных семей был организован в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе». Его цель – выявление беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным причинам общеобразовательные учебные заведения, детей из неблагополучных семей, а также фактов использования наихудших форм детского труда и нарушения прав несовершеннолетних. «Сейчас на территории Михайловского отдела полиции идет широкомасштабная акция «Дети в ночном городе». То есть целью данной акции является выявление данных семей, так как безнадзорность, беспризорность. Но эта семья, то есть не то, что выявлено, она у нас давно состоит на учете. То есть она попадала в поле зрения давно. К сожалению, дети не занимаются воспитанием детей, родителей, системически злоупотребляют алкоголем. Скажем, я как инспектор этой семьей занимаюсь год. С момента, как я взяла эту семью, сначала сын, он действительно не управляем. Мы его отправили в СПШ Керней, поселок Керней для детей с девиантым поведением. Однако, видимо, то, что родители не занимаются воспитанием, это повлияло и, скажем, на других детей. То есть бесконтрольность. И сейчас, в данный момент, все дети ходят сами по себе бесконтрольно. Вместе со стражами порядка семьи навестили сотрудники центра «Шанс», который оказывает социально-психологическую правовую поддержку несовершеннолетним. Они заявили, что готовы помочь Наталье и ее детям. Вот только многодетная мать помощь принимать не спешит. Она боится остаться без детей. Самый большой страх Натальи может и воплотиться в реальность. В настоящее время идет сбор документов на лишение родительских прав. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В преддверии Дня медицинского работника областное управление здравоохранения наградило лучших медиков Карагандинского региона. Почетные грамоты и ведомственные награды получили 55 человек. За последние годы в сфере здравоохранения произошло немало позитивных преобразований. Проведен ряд реформ, реализована не одна государственная программа, в разы увеличился объем финансирования. Построены новые больницы и поликлиники. За этот период значительно улучшилось качество медицинских услуг, возрос профессиональный уровень медицинских работников. Если раньше о внедрении современных технологий можно было только мечтать, то сегодня доступны операции на открытом сердце. Их количество за год исчисляется тысячами. Это работа у всех на виду, у всех на слуху. Иногда мы попадаем под критику, но в подавляющем большинстве случаев нас, вас благодарят за спасенные жизни, за возвращенное здоровье. Поэтому... 55 медицинских работников награждены нагрудными знаками и медалями Министерства здравоохранения и социального развития, а также почетными грамотами. Среди тех, кто удостоен ведомственной награды, врач-стоматолог из Балхаша Канышескаков. Я считаю, что это показатель моего вклада в сферу медицины. Я очень рад этому. Хочу поздравить своих коллег с наступающим праздником. Желаю благополучия их семьям и плодотворной работы. Всего в этот день 11 медиков удостоены почетных грамот, 9 благодарственных писем, 12 человек получили звание «Почетный ветеран здравоохранения». На торжественном мероприятии было также отмечено, что развитие здравоохранения в регионе и сегодня идет активными темпами. Среди основных направлений – укрепление кадрового потенциала, внедрение технологичных методов управления и развития инфраструктуры, доступ населения к качественным лекарственным препаратам. В области для модернизации инфраструктуры здравоохранения активно используются механизмы государственно-частного партнерства. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Мы продолжаем цикл репортажей, посвященных предстоящему дню медицинского работника, в котором мы рассказываем о самых выдающихся работниках здравоохранения Караганды. Среди них врач общей практики Центра семейного здоровья Доктор Самат Бахтиарул – один из тех, кого принято назвать молодыми специалистами. Карагандинский медицинский университет закончил в 2014 году. И вот уже 4 года трудится врачом общей практики в 4-й поликлинике в Центре семейного здоровья. Несмотря на столь небольшой срок, Самат проявил все качества настоящего врача, главная задача которого – помогать людям. Красноречивее всего об этом говорят пациенты. Он относится очень, как говорится, чуткий к людям. Всегда и поможет. Это во-первых раз. Во-вторых, он, знаете, даже дал номер своего сотова. Если что-то там неясно, что-то там заболело, обязательно говорит – звоните. Вот мы к нему обращаемся и по телефону. Он всегда и отзовется, и поможет. И когда бы его не вызвал на дом, допустим, если я себя чувствую плохо, он тоже всегда приходит. Примечательно, что родился и вырос доктор Бахтиарула в Южно-Казахстанской области. Но свое медицинское будущее решил связать с Центральным Казахстаном. Самат заявил, что он искренне любит свою работу. Что касается своей работы, она мне очень нравится. Сам с детства хотел, поступил и закончил его в данный момент по своей специальности работаю. Люблю свою работу, как говорится, люблю помогать людям. Заслуженным уважением Самат Бахтиарула пользуется и среди коллег. Совсем недавно своими профессиональными и личными качествами он заслужил повышение. Недавно мы его за то, что он такой очень квалифицированный, очень грамотный, очень такой старательный и с пациентами доброжелательный, сопереживающий такой товарищ. Поэтому мы его давно оставили исполняющими обязанностями зав. отделением его ЦССР. С этой работой он тоже справляется, старается. Надеемся, что в дальнейшем будет карьерно расти. Сегодня пациенты Самата Бахтиарулы сокрушаются по поводу того, что доктор, который так хорошо их лечил, пошел на повышение. Но это означает, что он сможет помочь еще большему количеству больных. А принимая во внимание молодость Самата, с уверенностью можно сказать, что его ждет блестящее медицинское будущее. Гульнур Жакен, Андрей Тенш, Алкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волонсер. Амман Сау Волонсер. Амман Сау Волонсер. Амман Сау Волонсер. Амман Сау Волонсер.